Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветов доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о способах размножения налины в домашних условиях. Как правило, при выращивании в комнатных условиях цветоводы предпочитают размножать налину семенным способом. Несмотря на то, что он достаточно сложен. Для высева семян нужно взять субстрат, состоящий из песка и торфа, один к одному. Непосредственно перед высевом посевной материал на 1-2 дня помещают в раствор средство, стимулирующего рост, либо просто в чистую воду. Затем семена нужно равномерно распределить на поверхности почвосмеси. Дистанция между ними должна быть равна или не меньше хотя бы 20 мм. Затем их присыпают той же землесмесью. При этом толщина слоя должна быть равна ширине семени. Потом горшок убирают в хорошо освещенное место. При этом в ночное время всходы нужно будет освещать флуоресцентными лампами. Посевы должны находиться в тепле не ниже 20 градусов. При этом лучше, если температура будет держаться на уровне 24-25 градусов. Емкость сверху необходимо укрыть пленкой. Посевом надо обеспечить систематическое проветривание, которое проводят после появления на укрытии конденсата. Поливать субстрат нужно очень осторожно. В нем не должен наблюдаться застой жидкости. Однако и допускать его пересыхание также нельзя. Первые сеансы должны показаться в течение 4 недель. Окрепшие всходы следует распикировать в индивидуальные горшки. При этом субстрат надо использовать такой же, как и во время пересадки налины. Уход сеянцам нужен такой же, как и взрослым кустам. Какой именно, вы можете посмотреть в отдельном видео на нашем канале. Ссылочку я также оставлю вам в описании. Ну и размножение налины отростками. Для размножения такой культуры используют отростки. Сначала нужно осторожно отрезать боковой отросток от родительского куста. Затем его надо посадить в емкость, заполненную почвосмесью, в состав которой входит песок, вермикулит и торф. Все один к одному. Возьмите колышек и сделайте в почвосмеси маленькую ямку. В ней размещают отросток, вокруг которого затем хорошенько уплотняют субстрат. Горшок необходимо убрать в теплое, примерно 24-25 градусов, и хорошо освещенное место. Сверху отросток следует накрыть банкой из стекла. Укрытие нужно систематически снимать, чтобы проветрить растеницы и увлажнить субстрат из опрыскивателя. После того, как у цветка отрастет пара молоденьких листовых пластин, укрытие убирают насовсем, а под кустиком обеспечивают такой же, как и за взрослым растением. Ну, вот собственно и все у нас на сегодня. Но поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! До следующих встреч! Субтитры подогнал «Симон»!